Добрый ранок! Мы из Украины! Давно меня не было на канале, в связи с тем, что у нас такое положение, что началась война, все прекрасно знают, сейчас весь мир знает об этом. И, честно говоря, не было у меня даже никакого настроения что-то снимать. И сейчас, спустя уже три недели, как у нас идет война, и уже мы как-то все люди немножко привыкли к этому, хотя к этому привыкнуть нельзя, но уже как-то мы адаптировались к жизни такой. И вот решила сегодня хоть немножко снять видео, потому что очень многие мне пишут, Таня, вы где? Вы где пропали? Что с вами? Вы где? Вот, поэтому решила вот немножко вот обозначиться и выпустить вам видео. Почему опять на русском языке? Вы знаете, в первые дни войны, когда такое произошло, то мне хотелось даже вот как-то, знаете, вот хотя бы вот этим украинским языком, чтобы быть вот вместе с Украиной. Ну, многие мне опять же пишут, зрители у меня есть Азербайджан, Армения, Германия, Штаты, россияне уже все от меня отписались. Я это уже заметила по количеству подписчиков. Вот, и туда им дорога, если так, такие мне зрители неадекватные не нужны. Поэтому просто мне вот пишут, Азербайджан, мы вас не понимаем, пожалуйста, почему на украинском? Мы вас не понимаем. Мы за вас, мы за Украину, но мы не понимаем, что вы говорите. Поэтому я все-таки решила опять вернуться к русскому языку. И, в принципе, у меня всегда, у меня не было никогда никаких, знаете, таких вот, как бы, притязаний, что ли, к русскому языку. Вот, вот, ты живешь на Украине, значит, ты должен только на украинском разговаривать. Нет, как бы, у нас в Украине больше половины, наверное, русскоязычного населения, нет в этом ничего. Причем тут язык, язык не виноват ни в чем, вот, правильно же? И, ну, в общем, поэтому на русском языке, дабы, чтобы все меня понимали. Значит, что произошло за это время, как мы жили, что произошло? В принципе, в принципе, у нас, я дома, как видите, возле своего цветка. Да, первые 10 дней я, конечно, не работала вообще, потому что все были напуганы, и никто не знал, как будет, что будет. Поэтому ногти никто не делал. Вот, и вот спустя уже, вот, ну, да, 10 дней, вот, с прошлого понедельника ко мне начали звонить люди записываться, и я уже даже начала, как бы, понемногу работать. Очень много у нас поуезжало, да, вот, из Черкасс. Много начало ко мне приходить новеньких людей, которые говорят, вот, мастер уехала, мастер уехала, мастер уехала. У меня, конечно, уехали некоторые, и мои клиентки тоже уехали. Я дома, я никуда не уезжаю. В принципе, у нас, чтобы не сглазить, у нас тихо. Кроме, кроме, кроме сирен, как бы, да, сирены есть и ночью, и днем воздушная тревога, и загроза, угроза ракетных ударов, как бы, есть такое. Но сбивают ракеты благополучно, нас защищают. Вот, поэтому у нас относительно нормально и тихо. К нам бегут беженцы из Сум, из Харькова. Черкассы принимают очень много беженцев. Город, вы знаете, я буквально вот пару дней назад вышла на улицу, и была такая прекрасная погода, весенняя, тепло, хорошо. И я заметила, что город оживает. Начали работать магазины, начали ходить люди, потому что первые вот дни, там, когда я тоже выходила, я тоже сидела там и пять дней дома. Ну, думаю, ну, мне как бы нечего ходить. Сирены были по пять, по шесть раз на день. Чего его шастать на ту улицу? Вот, и даже вот, когда выходила там иногда в магазин, то город был пустой. Сейчас вот город немножко оживает уже. Вот, город понемножку и люди оживают. Я же говорю, и магазины работают, и, наверное, те, кто не уехали. Ну, в общем, как бы жизнь налаживается. Вот, сегодня я уже тоже вот оделась, и я уже такая тоже с утра думаю, что-то вам записывать или не записывать, записывать или не записывать. Потом думаю, ну, ладно, что-то надо записать, потому что мои подписчики ждут, да, когда я объявлюсь и когда я что-то расскажу, что со мной. Со мной всё в порядке, не переживайте. Вот, я собралась сейчас тоже, мне там мама написала, ну, продиктовала списочек небольшой по лекарствам. Вот, хочу немножко сейчас пройтись, поискать, потому что, конечно, в аптеках не всех лекарств есть. Хотя, они купили, как бы, она говорит, мы с папой и машиной поехали по аптекам, такие основные препараты она купила, но нету самых обычных простых препаратов, такие, как, допустим, корвалмент, корвалол, валидол, вот таких. Вот, и она говорит, ты же там выходишь на улицу, пройди, может, ну, что, подвозят, лекарства подвозят постоянно. Ну, выбирается. Вот, сейчас выйду на улицу немножко прогуляюсь, хотя у нас сегодня немножко, конечно, и мороз, и ветер смотрю, ну, ничего. Но сегодня у меня просто там всего одна клиентка, я же на три часа дня, поэтому я вот решила выйти на улицу немножко пройтись, прогуляться, вдруг, мало ли что, тут у меня в районе, наверное, три или четыре аптеки есть, а, ну, работает, по-моему, только две. Вот, и выйду немножко, пройдусь, посмотрю, может, что-то куплю и отнесу им, вот, чтобы тоже немножко хоть пройтись как-то, потому что, вы знаете, те первые десять дней, когда дома сидишь, из квартиры не выходишь, и только то и делаешь, что новости смотришь, и, ой, это такое состояние, нагнетают, сирены нагнетают, а у меня ещё сирена прямо возле дома, и поэтому у меня она, когда включается, то это, ну, честно говоря, угнетает, угнетающее такое вот состояние. У меня даже пару раз мы как-то с Аленой тоже, а может, уехать, а может, не уехать. Я говорю, Аленя, ты знаешь, у меня каждый раз, когда ночью включается сирена, мне хочется просто собрать чемодан, говорю, и свалить только из-за того, и не потому, что я там боюсь или нет, мне просто надоели эти сирены. Хотя, с другой стороны, я понимаю ещё, так как мы живём, это вообще ещё, да, вот, кайф, как говорится, если сравнивать с теми городами, которые сейчас вот уничтожаются, Мариуполь, это вообще что-то страшное, вот, и, да, и Харьков, и Буча, и Ирпень, это города, которые сносятся с лица земли, вот, и поэтому мы ещё здесь живём, знаете, как у Бола за пазухой, вот, поэтому, 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 думали, гадали, гадали, думали, и решили всё-таки пока сидеть дома, потому что у нас тихо. Хотя, я же говорю, очень много у нас уехало из города тоже, я вот сейчас так вот, и клиентки приходят, и та уехала, та уехала, там, а те знакомые уехали. Ну, в общем, как-то вот так вот получается, что много людей уехало, конечно, тоже. Некоторые, я даже спрашиваю, говорю, а почему уехали, ну, у нас же тихо, ну, детей, как бы, переживают, а вдруг, а вдруг, ну, кажется, право выбора каждого. Хотя, сейчас, с другой стороны, знаете, такая возможность уехать за границу, ну, как бы, да, без всяких там виз, без ничего, сел и уехал, и зацепиться там, вот, вариант, вот, кто хотел, конечно, вариант сейчас хороший. Вот, ну, мы дома. Простите, это я ещё до сих пор, после ковида, до сих пор кашляю, никак у меня кашель не проходит. Вот так, ну, всё, я собираюсь и иду, иду на улицу, пройдусь немножко, я говорю, поищу немножко, поищу немножко таблетки маме. Сейчас покажу, что у меня вчера зрительница, ой, зрительница, да, она моя зрительница, и моя клиентка уже, что она мне принесла. Вчера приходит ко мне на ногтики, смотрите, принесла мне. Они так пахнут вообще, такие три штучки красивых подснежничка. Поздравила меня с весной. Ну, вот так вот у нас дела. Так, что тут у нас? Сейчас на улице уже минус три. Вот, и пойду. Десять часов, начало одиннадцатого. Пойду на улицу сейчас, пройдусь немножко, прогуляюсь. Вот, о, даже смотрю, магазин Сион, вот тут у меня, он всё время был закрыт. Это, смотрю, вон, двери открыты. Продуктовые магазины работают. Продукты в магазинах появляются. Я же говорю, жизнь налаживается. То, конечно, было всё выметено, ничего не было. Сейчас уже появляются и продукты появляются, завозятся и овощи, и фрукты. Но, в принципе, сказать, вот, ну, смотря какие, ой, сейчас поставлю сарфи-палку, чтобы не держать её в руках, смотря какие продукты. Например, хлеб у нас всё время был, у нас вот деликат, они сами пекут хлеб, поэтому хлеб был деликат, сам делает мясной. Ну, а мясо, кучи, горы лежат, мясо есть. Единственное, что повыбиралось, это крупы, макароны, там, сахар, мука. Сейчас уже и мука кругом стоит, вот, и, как бы, и сахар. Вот я была буквально, когда позавчера в магазине, прям стояли мешки с сахаром набирать себе, поскольку хочешь, тем более, даже и недорого, по 22.40 был в деликате сахар. Вот, поэтому и крупы подвозятся, и мука, я же говорю, уже, как бы, вот, ну, всё появляется. Понятное дело, что, по-первых, ну, поначалу и люди много брали запасы, потому что не знали, как будет, да, и как оно, какое будет положение. Вот, и много, очень уходило гуманитарки на армию для людей гуманитарков. Тоже, очень же много людей, кто собирал и, ну, покупал и относил гуманитарку. Поэтому, вот такое было положение, ну, ничего страшного нету. Говорится, никто голоду у нас на МР. Вот, всё есть, всё нормально. Вот, ну, всё, буду собираться и пойду. Мои орхидеи цветут такие красивые. Сейчас покажу вам, вот, и та цветёт, и эта вот такая красивенная. Вот, красивые орхидейки мои цветут. Вот, такие красивые. Радует глаз мои орхидеи. Вот, тут уже вот начало, это уже начало цветать. Вот уже один отпадает, скоро отпадёт. Ну, вот, на улице сегодня у нас солнышко. Снег уже весь сошёл, уже травка вон зелёненькая появляется. Ну, вот, на улице минус три. Вот, ну, а я собираюсь и пошла гулять на улицу. И гулять, и по аптекам. В общем, совмещать полезное с приятным. Так, пробежалась я уже по аптекам. Ну, в принципе, я же говорила, у меня в районе тут четыре аптеки. Солнце мне засвечивает с одной стороны. Но работают только две. Ну, естественно, нигде нет вот этих простых препаратов. Корвалол, карвамент, валидол нет нигде. И когда поставки будут, неизвестно. Вот, они сами ничего не знают. Зашла в магазин. А, купила единственное, что там маме надо, маме катаракта. Ей надо были капельки для глаз. Вот капельки купила. Вот, ну, зашла в магазин. Купила тоже всякие там вкусняшек. Типа мандаринок взяла, лимончиков. Тоже мама просила. Взяла палочку колбаски. Творога, сметаны. В общем, такого всего понабирала. Хлеба. И вот иду, сумку тащу. Иду к ним в гости. Заодно отдам капельки. Отдам супаек. И потом тоже домой, потому что ж на три часа у меня еще клиентка. Вот. Вот так на улице у нас сегодня иду. Вот солнце светит в лицо. Прям греет, знаете, в лицо. Аж радуется, аж не верится, что где-то взрывы, война. Вот. Ну, это вот реалии нашей жизни. Реалии нашей жизни. Все. Иду к родителям. Я уже прибежала от родителей домой. Забежала еще в магазин. Бытовую химию. Так и купила себе краску для волос, чтобы была она у меня. На всякий пожарный. И главное, что... Когда я в прошлый раз заходила, возмущалась, потому что краска моя подорожала. Непонятно почему. И так намного. Она у меня все время была 69,90. А тут захожу, она уже 120. Вот. А сегодня зашла, она уже все-таки там 90 гривен. Да, уже немножко цены подспустили. Потому что ужас. Я беру... Я украшусь вот такой вот. Сьез. Вот беру. Она мне, в принципе... Я перепробовала все, что можно и не можно. И вот она мне, в принципе, подошла. Поэтому я вот ей украшусь. Она мне волосы не убивает. И нормально все. Заодно купила себе гель для интимной гигиены. И что еще купила? А, и купила вот такой кремчик Невея. Он хороший увлажняющий крем. У меня как бы есть мои там, теми, что я пользуюсь. А этот беру, вот он именно очень хорошо увлажняет кожу. Вот взяла. Потому что сейчас то ли вот батареи топятся, то ли, не знаю почему, или может конец зимы. Но как-то так вот кожа пересыхает. То вот этот взяла вот такой Невея с овцами. Взяла, пусть будет. Вот. И родители мне тут накидали всего. Я же принесла им там всякие вкусняшки. Вот, смотри, они мне положили две банки лечо. Мама закатывала. Я просто очень люблю лечо. И когда я летом думала его себе закрывать, а мама говорит, да зачем оно тебе надо? А, говорит, мы, говорит, нас закрываем. И у них погреб есть. Есть где хранить. И, говорит, ты потом просто, ну, как бы, будешь брать у нас, да и всё. И вот они нас закрывали. Дали мне баночку малины. Хотя у меня мороженое есть. Но они всё равно мне всунули банку малины. Папа говорит, пей, потому что до сих пор кашляешь. Вот. Ну, ладно уже. Потом взяла у них. Они мне положили огурчиков квашеных. Очень тоже вкусных. И ещё одна банка лечо. Ну, вот так вот сходила. Им понесла немножко того, что они себе, как бы, экономят покупать. Это фрукты, как правило. Вот я им взяла там мандарин взяла, лимон взяла. Хотела ещё банана взять, но не было банана в магазине. Вот. И взяла там колбаску хорошую, потому что они тоже экономят на этом. Вот. Творог взяла, сметанку взяла. Ну, вот такое вот, знаете. А они мне то, что у них есть. Ну, вот такой обмен совершился. И пока у родителей сидела, позвонила мне сегодня ещё одна клиентка будет. Ещё на 5 часов. Поэтому у меня ещё немножко поработаю. Я сегодня и на 3, и на 5. У меня ещё будет 2 человека. Вот. Поэтому с вами буду прощаться на сегодня. Буду стараться вот выкладывать вот такие, знаете, как-то... Я не буду рассуждать сейчас по поводу войны. Вы знаете, мне за эти дни хотелось столько всего сказать, столько всего показать. А потом думаю, кому? Ну, россияне от меня все отписались. Вот. Все остальные, те, кто живут, Украина наша, они и так всё знают обстановку дел, что у нас творится. Поэтому, думаю, я буду немножко как бы просто вот такие влоги свои выкладывать. Вот хоть немножко, хоть чуть-чуть что-то, чтобы вы меня не теряли, чтобы вы знали, что со мной происходит. Вот. И как бы не буду я особо заостряться по поводу войны. Хотя эти мысли нас не покидают сейчас постоянно. И вот я у родителей сидела, была у нас опять тревога воздушная. Ну, как раз вот она закончилась, и я пошла домой. Вот. Поэтому о войне мы здесь не забываем. И новости наши страшные, и как бы и всё. Но, вы знаете, хочу сказать, что как никогда я горда сейчас тем, что я украинка. Очень горда этим. И когда-то помню, я с мужем бывшим, когда он был в АТО, мы разговаривали с ним. И я говорила, говорю, ты знаешь, мне кажется, вот что нету в нашей нации вот такого единства, да. Вот как было, когда была Великая Отечественная война, когда все стали, да, вот на защиту нашей Родины. Вот. И я почему-то вот мне казалось так, что нету такого сейчас у нас. Но сейчас я поняла, что я ошибалась. И наш народ, он именно непобедим, наверное, из-за того, что у нас вот такой вот дух боевой. И вот такая у нас единая нация. Наши сейчас люди объединились, хотя, может быть, знаете, в мирное время многие были свои какие-то мнения на какие-то там позиции. Да, но сейчас все объединились настолько, и я поняла, насколько у нас единая нация. И я поняла, что, вы знаете, вот многие сейчас уезжают там за границу куда-то. Если бы, конечно, не дай бог, у нас бы начались военные действия, я бы тоже, наверное, уехала. Но я бы уехала все-таки в Закарпатье. И, честно говоря, я для себя вообще не рассматриваю за границу. Я не хочу там жить, мне хорошо жить здесь. Я люблю свою Украину, я люблю эту страну. И я горда тем, что я живу здесь, и мне хочется жить здесь. Я вот, ну, не мечтаю я уехать за границу, как некоторые, да, вот сейчас уезжают. Мне и здесь хорошо. Вот, поэтому я же говорю, как никогда я горда тем, что я украинка, и что я живу в такой стране, в такой стране шикарной. И вчера вот ко мне Алена приезжала, я говорю, ты знаешь, Алена, сейчас вот в такое время много думаешь и переосмысливаешь свое видение к жизни. Если раньше я там говорила, вот у нас там то, не то, то не так, да, вот, то сейчас я понимаю, настолько мы шикарно жили. У нас просто обалденная страна, у нас шикарный президент, у нас вообще все очень хорошо было. Вот, и вот это сейчас, вот это понимаешь. Так что дай Бог нам всем мира, любви, дай Бог, чтобы это все закончилось. Вот, здоровья нашим и мальчикам, которые берегут наш сон за то, что мы тут спокойно спим вот в нашем регионе. Вот, ну, сирены не в счет. Вот, всего самого хорошего всем людям на земле и все будет Украина. Вот. 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 Продолжение следует...